Добрый день! Добрый день! Добрый день! Доброго времени суток! Здрасте, короче! Воскресенье! Совершенно не святая троица тут! Как не святая? Он так сказал! Святости у нас не на горошке! А какое же право мы имеем? Нет, в детстве я был очень хорошим мальчиком! А, ты был в детстве хорошим мальчиком! А я в детстве был хорошей девочкой! А потом у меня случилось гормональное расстройство, и я стал плохим мальчиком! Не подумайте, что это тема нашего эфира! Хотя... Как я был девочкой! И ею остался! Невзирая на приклоны! Мое сознание девственно, кстати! Ты прав! Кстати, о девственности! Да, о девственности! Мы сегодня вообще хотели вернуться в пасть в детство! В пасть в девственность! С помощью аудио-наркотиков! Практически! Обкуриться! Обслушаться! Мы вот сидим в кафе, нам аудио-наркотики идут! Буквально на уши чего-то постоянно! Бум-бум-бум! В общем, по многочисленным просьбам трудящихся и не трудящихся! Но все-таки! Заботы в пап, мам, детей и их пенсионеров! Мы пытаемся осветить тему аудио-наркотиков! Ну, меня на самом деле действительно пробили голову буквально! Мы как-то один раз скользко упомянули эту тему еще по-моему по осени! И меня несколько раз дергали! А в последнее время, видать, в связи с активным распространением всего радостного явления по школам, довольно-таки часто мне напоминают, что вот, а вот вы обещали! А вот вы обещали! Страшно, не страшно! Опасно, не опасно! Как быть? Да, как быть? У меня чрезвычайно удручающая новость для всех вас, друзья мои! Ага! Говорить об аудио-наркотиках нечего! То есть, фухло? Нет! Подожди! Нечего говорить! То есть, я скажу вот то, что я смог, так сказать, подчеркнуть из своих медицинских знаний, да? Но это нас больше всего волнует! Но это совершенно не за! Значит, вся история с аудио-наркотиками имеет, на мой взгляд, совершенно четкие контуры прекрасно спланированной коммерческой операции! Это первое, что надо понимать! То есть, это что-то типа современного гриппа? Да! Значит, проблему с аудио-наркотиками вбросила в общество хорошо организованная группа людей, прекрасно понимающих, что такое пиар, умеющих это делать и имеющих финансовую крупную базу! Аудио-наркотики появились одномоментно в 2006 году в нашей стране, и продажа их достигла пика к 2009 году! Ну да! Что такое аудио-наркотик? Распространяются метафизические утверждения о том, что если вы в течение долгого времени регулярно занимаетесь прослушиванием определенных звуковых файлов, как правило mp3, эти файлы вызывают в вашем головном мозге образование так называемых бинауральных волн! То есть, волн синхронизации, которые позволяют приводить колебания вашего мозга в сочетании с колебаниями этих звуковых файлов! И на этой основе возникает некое, ну, квазигипнотическое состояние, состояние некой загруженности, да? Кто-то говорит, эти же файлы называются по-разному, один называется оргазм, другой называется радость... И якобы этот эффект полностью соответствует названию этого файла. Вот такое, да? Значит, сразу хочу сказать, никаких научных оснований для этого нет. Ни-ма-лей-ши. То есть, нет ни одной нейрофизиологической работы, которая подтверждала бы образование бинауральных волн, это первое. Нет никакой, ни одной, сколько-нибудь уважаемой нейрофизиологической школы, которая обозначила бы опасность, подтвержденную опасность аудио-наркотика для здоровья человека. Здесь ведь что важно понимать? В аудио-наркотиках важно то, что важно в наркотиках вообще. Важен сам факт стремления к ним. Рецидив, так сказать. Ну, совершенно верно. То есть, если у человека... Здравствуйте. Здравствуйте. И вас, и вас, и вас. Значит, если человек страдает из стероидной психопатии, хоть в каком-то смысле, хоть в какой-то форме, он будет стремиться к наркотикам. К химическим, к звуковым, к обонятельным, к цветовым, к аудио-наркотикам, не к аудио-наркотикам, к чему угодно. Если человек здоров, аудио-наркотики на него никакого влияния не окажут. В общем и целом можно выделить не более 5% лиц, на которых прослушивание этих аудиофайлов оказывает хоть какое-то воздействие. Причем воздействие это, в большинстве случаев, негативное. Ну да. То есть, человек испытывает скорее головную боль, тошноту и головокружение. Вот. Сама история этого насчитывает несколько десятков тысячелетий. В самых древних манускриптах, обнаруженных при раскопках, мы обнаруживаем иногда упоминание о том, что жрецы в храмах применяли определенные звуковые воздействия для того, чтобы ввести верующих паству в некое, так сказать, состояние. Экстатическое состояние. Экстатическое состояние. Но что здесь оказывало большее влияние? Сами эти звуки, вид жреца, обстановка в храме, массовая истерия, совершенно невозможно выделить. То есть, мы не можем сегодня, ученые не могут сказать, что вот такие-то звуки с такой-то частотой приводят к ощущению человека, значит, к ощущению человеком таких-то, таких-то эффектов. То есть, научная основа и история с аудио-наркотиками лишена. Если ваш ребенок тянется к аудио-наркотикам, что это означает? Это означает, что он имеет склонность к наркомании вообще. Какую склонность? По всей вероятности, он болен в той или иной степени истероидной психопатии. То есть, он хочет что-то доказать вам, себе, миру окружающим. Показать, что он значим, показать, что он важен. Он считает себя недооцененным, недореализованным. Это вызывает у него ощущение фрустрации. То есть, неудовлетворенности, которую он пытается загасить всевозможными сторонними влияниями. Это, скажем так, у тех, кто постоянно сидит ради, предположим, удовольствия. А насколько я читал просто отзывы в интернете, люди, предположим, берут те виды наркотиков, которые помогают запоминанию или еще каким-то стимуляторам перед экзаменами, еще что-то такое. В этом случае, скорее всего, многие положительные отзывы могут являться маркетинговым ходом. Это, во-первых. Во-вторых, это ауто-психотерапия. То есть, человек купил или скачал аудио-наркотик, на котором написано «Для прекрасного изучения иностранного языка». Написано. Он начинает слушать это. Ему таки кажется, что он действительно стал прекрасно знать иностранный язык. Плацебо. Это плацебо. Плацебо. Другое дело, что, как всякая плацебо, эта плацебо может потерять свою плацеботарную сущность, если ее злоупотреблять. Если я сейчас надену наушники, включу сороковую симфонию Моцарта и попытаюсь ее слушать на протяжении суток. Саш, как ты думаешь, что я испытаю? Совершенно верно. Меня вырвет на сороковую симфонию Моцарта. То есть, ничего не должно быть слишком. Даже если я прекрасные звуки буду слушать, пение птиц, буду слушать безотрывно. То есть, а именно какие-то колебания и все остальное, это нет? Нет, пока научная основа. Другое дело. Есть другое. Есть, как ты знаешь, есть физиотерапевтические аппараты определенные, которые подают на головной мозг определенный низкий сигнал. Этот сигнал вызывает в ответ генерацию нашим головным мозгом альфа-ритма. Но это физиотерапия. Это так называемая транскраниальная электростимуляция. Это не что-то человек служит, а он на мочке ушей или на другие зоны лица наклеивает электроды, получает определенные частотные колебания электрические, как правило, совершенно безопасные. В ответ на это мозг генерирует определенную волну. Альфа-ритм, тета, дельта и так далее. Бета, да? Это другое. А вот так, чтобы человек что-то слушал, и вот это прослушивание вызывало стойкий эффект определенный. Прекрасную память, некое любовное чувство, ощущение подобное в дыханию кокаина, ощущение подобное в видению героина. Это исключительно пиархот. То есть любые опасения, они беспочвены? Нет, они не беспочвены. Я еще раз хочу сказать. Если человек пристрастен... Это другое. Это для выявления склонности к каким-то другим. Да, да. Это не к другим, а вообще. Вообще, да. Но в данном случае, сами вот эти сконтактики... Нет данных об их опасности. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, звуки определенной частоты разве не оказывают физиологического воздействия на организм? Оказывают на это инфразвуки или ультразвуки. Скорее всего, инфра. Вот что известно, да, человеческое ухо воспринимает звуки от 20 до 20 тысяч герц. Если ты подаешь звуки с частотой колебаний ниже 20 герц, это называется инфразвук. Это разрушительное действие на организм. Но аудио-наркотики не используют звуки с частотой ниже 20 герц. Ты что-то слышишь. Вот что слышит человек, который использует аудио-наркотик? Лышит некие постукивания, шорохи какие-то, шумы ритмические, некую пульсацию. То есть это звуки не выходят в зону инфразвука. Нет, это звуки разной частоты. Совершенно верно. Но они не выходят ниже 20 герц. Потому что, господа распространители аудио-наркотиков, люди грамотные. Если хоть один человек умрет от деструкции мозговой ткани при воздействии инфразвука, то это будет страшный суд и даже в нашей стране. То есть они, собственно, пошли по пути, описанному Генри, когда один починец доктор продавал воду. Это отрест, который лопнул. Ведь человеку можно внушить все, что угодно. Понимаете? Вот есть еще такие майнд-машины, может быть, вы слышали. Майнд-машины, в общем, основаны практически почти на том же эффекте. Человек надевает очки, надевает наушники, слушает некую музыку или что-то там еще под определенные какие-то визуальные картинки. И якобы есть такие майнд-машины, которые стимулируют память, которые стимулируют любовные чувства. И вот все те же 5% людей радостно откликаются на это. То есть в каждом обществе, в зависимости от того, насколько это общество богатое или бедное, существует прослойка людей 5-10%, которые физиологически просто находятся в таком состоянии предостероидной психопатии. Слушай, знаете, какую он провел аналогию? Я провел аналогию с бывшим журналистом господином Чумаком, который по телеку лечил людей. А не, ну это другое. Как не другое? То есть у него было некое количество внушаемых людей, которые в аутогенном припадке всегда постоянно... Андрюша, это Чумак Кашпировский, это люди, которые действуют на те же 5-10% населения. Но методика-то воздействие другая совсем. Тут не аудио-наркотики и не майнд-машины. Это психотерапия. Это субгестия внушения. Это совершенно другой метод. Субгестия это Кашпировский, но не Чумак. Почему? Когда человек сидит и говорит, я... Прямая субгестия, возьмите ваш сапожный крем. Не надо на них субгестировать. Я заряжаю крем. И ваши сапоги после этого будут всю жизнь стоять. Никогда не опадут. И при вашей попытке сдвинуть их на другое место, это место, куда вы их сдвигаете, тоже встали. Это хорошее заряжание наших зрителей. Ну, все. То есть, вот я сейчас был чумаком. Чудаком. Ну, чудаком. Да господи, тебе бы такие деньги. Чудаком. Вот. Так вот, я что хочу сказать еще раз. Четких данных, которые говорят о том, что бинауральные ритмы существуют. Что аудио-наркотики оказывают влияние на психику человека. Что они вредны. Таких данных наука сегодня не имеет. Что будет завтра, мы не знаем. Но сегодня... Надо ли опасаться? Надо. Если ваш ребенок или ваш близкий человек пристрастен к прослушиванию аудио-наркотиков, это означает, что он формируется как истероидный психопат. В жизни что-то не так. Ему что-то не хватает. Надо в любом случае... Уделить внимание. Или отвести психотерапевта. Или, ну, может быть, отвести к психотерапевту. А может быть, просто ему не хватает общения с вами. Телефон. Пошел телефон. Да. И пошут. Нет, это уже от психотерапевта звонят. Мы заказывали. Так вот. Знаешь, был страшный случай, кстати, отступая от аудио-наркотиков. У одного моего знакомого, значит, умер родственник. И он стал звонить там в милицию в скорую помощь. Через 15 минут начались звонки от похоронных агентств. И они продолжались полсуток. Поэтому я не берусь, если сейчас нам позвонит психотерапевт и скажет, вас волнует. Он скажет, я как раз... Поднимитесь. И я там... Не так, не так. Он говорит и скажет, вас волнует на наркотики. И поговорить не запел. Да. Мы уже поговорили на эту тему. Мы уже поговорили на эту тему. Я думаю, что мы насколько могли начали. Мы скрыли. Но бойтесь не аудио-наркотиков. Бойтесь того состояния, которое заставляет человека перебегать к наркотикам. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Удачи. И в качестве аудио-наркотика слушайте нас. Мы абсолютно не вредны. Вот честное слово. Хотя, наверное, от нас тоже можно впасть в зависимость. Впадайте. Это приятно. Впадайте. Впадайте. Потому что, если вы впадёте от нас в зависимость, мы впадём в зависимость от вас. А это и есть любовь. Чё это такое? Ол и Велизлав. Неожиданное послесловие. Вот, дорогие друзья, вот что такое жизнь и что такое наши видеоблоги. Смотрите, совершенно случайно, когда мы писали блог об аудио-наркотиках, нашим слушателям оказался человек, которого зовут Алексей. Он настолько замечательный оказался человек, что я хотел, чтобы он сказал о себе два слова. Алёша, скажите, кто вы? Что с вами произошло? Как называется ваша организация? И как могут люди найти у вас помощь? Здравствуйте. Чуть громче, Алёша. Меня зовут Алексей. Я представляю общероссийскую общественную благодарительную организацию. Называется она «Преображение России». С этой организацией у меня связана только хорошая. Почему? Потому что я употреблял наркотики 17 лет. Никогда больше устал жить, не хотел. Больше жить узнал от товарища своего, что есть такая организация, помогает анонимно и бесплатно. Не берёт за это денег. И попадая в эту организацию, я не обязал себя чем-то, чтобы я там буду в каком-то радстве. Нет, просто мне организация помогла встать на ноги. Я сейчас являюсь руководителем филиала в городе Москве. Алёша, как вас найти? Скажите, телефон может быть, адрес? Как вас найти? Телефон у нас, то есть я вам сейчас продиктую номер телефона. Давайте вот туда диктуйте. 8-926-296-4-однёрки. Итак, ещё раз, Алёша. 8-926-296-4-однёрки. Вы можете позвонить по этому телефону в любое время дня и ночи. Отлично. И, значит, кто возьмёт трубку? Вы? Возьму, да, руководитель трубку. И мы можем определить вас в любой регион города России. То есть это море, в любой регион, где вам будет удобнее. Потому что я всё-таки считаю, и не я один считаю, а руководитель считает, что человека на месте нельзя оставлять на этом месте, где он проживает. Именно в том реабилитации заключается, что он меня вытащит с то место среды обитания, где ему до боли всё знакомо. Друзья мои, я хочу сказать, что в моём понимании, может быть, я экзальтирован, я не знаю, но в моём понимании Алексей герой. Я просто знаю, как врач, что такое 17 лет сидеть на наркотиках. Поэтому я прошу вас, не стесняйтесь. Сама судьба привела Алёшу к нам. Если есть вопросы, звоните Алексею. У меня вот есть вопросы, голос из-за кадра. Скажите, вот к нашей теме, мы говорили про аудио-наркотики. И вот, скажите, уже с вашей точки зрения, вот вы, наверное, слышали, о чём мы говорили. Есть ли эта опасность? И как-то вот вы у себя рассматриваете, как опасность аудио-наркотики? Это в школах сейчас очень популярно. Аудио-наркотики. Знаете, что это такое? Да, я знаю. Заинтересованность, когда приходит в том или ином, чрезмерная заинтересованность, тем или иным приводит к зависимости от того или иного. Чрезмерная заинтересованность. Молодец. Прекрасно. Спасибо, Алёша. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Звоните Алексею, не дай Бог, если есть потребность. Алёша, вам успехов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»